Небесно-лазоревый – это родной, выражаясь языком реставраторов, цвет особняка Маракушевых. Первоначальную цветовую гамму удалось вернуть зданию только после реставрационных работ, которые завершились на днях. Этот особняк с вековой историей претерпел несколько косметических ремонтов. Истинный цвет оказался надежно скрыт от глаз горожан. Детальное изучение объекта, историко-культурное обследование и экспертиза независимых специалистов показали. Сто лет назад это здание выглядело именно так. Он претерпевал неоднократные ремонты косметические. И цвет до нас дошел, на сегодняшний день уже видоизменен. И когда реставраторы расчищали послойно, то, конечно же, они обнаружили первоначальный цвет, он совпадает с текущим, который на сегодняшний день у нас. Реставрация началась 4 месяца назад. По меркам специалистов срок небольшой. К тому же, как только начались подготовительные работы, реставраторы столкнулись с непредвиденными трудностями. Проектная документация не учитывала весь масштаб повреждений. Из-за протечек по карнизу существенно пострадал лепной декор. Когда реставраторы непосредственно прикоснулись руками к лепному декору и сняли закраски, то увидели, что очень много повреждений, трещин, расслоений. И некоторый лепной декор просто рассыпался. И вот это был непредвиденный объем, который нужно было быстро делать в эти же сроки, которые были установлены у нас по госконтракту. В последний месяц в бригаде реставраторов из 15 человек приходилось трудиться в режиме нон-стоп. Работа необычайно сложная. Взять хотя бы восстановление кованых решеток, установленных на окнах цокольного этажа. Тщательно очищать от жавчины и прокрашивать приходилось каждый отдельно взятый лепесток. А утраченные элементы отливать заново. Та же история с лепным декором. Здесь лепнина очень сложная, очень была вся разрушена. Пришлось, конечно, потрудиться. Расчистка лепнины, расчистка всего здания, восстановление, тяг, лепнина частично. В основном здесь лепщик у нас лепнину восстанавливал. Ну и нам пришлось тут понемножку работать. Теперь все трудности в прошлом. Остались последние штрихи. Реставраторы подчищают лишние капли краски, убирают за собой территорию. Словом, наводят лоск. Без внимания не остался ни один, даже самый маленький элемент декора. Водосточные трубы и те приобрели первоначальный вид и теперь служат украшением фасада. Они наводят уныние, как это было раньше. В работе реставратора ни одна деталь не может быть второстепенной. Только из ансамбля элементов рождается подлинная гармония и плавность форм.